МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Продолжается всероссийская перепись населения, временно исполняющий полномочия. Главы Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил работу одного из переписных пунктов. Сколько в базе у вас на руках? Три с чем-то тысячи. Порядка тысячи саженцев туи и кустов Кизильника высадят в сквере на пересечении улиц Школьной и Советской и на улице Школьной. Надеемся, что конец ноября закончится полностью благоустройство, произойдет высадка шикарных туи. В историко-культурном центре готовится уникальная экспозиция братских народов «Союз вековой», которая откроется 9 ноября. Узбеки, таджики имели такие люлечки для детишек, которые выросло не одно поколение. Даже в период внеплановых каникул продолжается всероссийская перепись населения. Граждане могут стать ее участниками разными способами, в том числе прийти на переписной пункт. Один из таких пунктов находится в Видновской детской школе искусств. Работу его проверил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский. Участок, к которому прикреплен переписной пункт, находящийся в здании Видновской детской школы искусств, один из тех, что показывает лучшие результаты. На 3 ноября здесь уже переписано 95% от числа жителей. И это результат командной работы. У меня в команде 6 переписчиков. Разный возраст. Есть и пенсионеры, есть и молодежь, студенты. И все зависит от того, как вовремя информировать, как контролировать, проверять, своевременно передавать информацию. Это как бы совокупность, командная работа. Стационарный переписной участок посетил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский. Он задал вопросы по работе переписного участка, выяснил, с какими проблемами сталкиваются переписчики. Сколько в базе у вас на роде переписать? Три с чем-то тысячи. Вот какое количество через госуслуги, какое количество сюда пришло? 42 адреса, вот так сказать. 42 адреса. Алексей Петрович одним из первых участвовал в переписи. И это личный пример для всех жителей муниципалитета. Это не просто масштабно, это такая, скажем, задача федерального уровня. Вы знаете, что она была перенесена с прошлого года из-за пандемических вот этих сложностей. Тем не менее, сейчас все, без исключения муниципалитета Московской области, в целом по стране этим занимаются. И в этом смысле для Ленинского округа, я считаю, что это вопрос такой очень животрепещущий. То есть по данным статистики, а последняя перепись более 10 лет назад проводилась, у нас до сих пор еще население числится как там порядка 180 тысяч. При этом мы очень четко понимаем, что реальное количество проживающих на территории, оно там приближается где-то к 300 тысячам. От этого многое зависит, в том числе нормативное содержание социальных объектов, наших школ, наших вот учреждений культуры и искусства. Галина Кузина спешила на работу, а попала на переписной пункт. Здравствуйте. Я ваш переписчик. Возьмек Ларису Юрьевну. Скажите, пожалуйста, по какому адресу вы проживаете? На 33 вопроса Галина Александровна ответила за 15 минут. Удобно, быстро, а главное, нужно для общего дела, говорит видновчанка. Для меня переписной участок расположен очень удобно, потому что я здесь рядом живу, рядом работаю. Вопросы адекватные, самые обычные о том, что где проживаешь, чем занимаешься, какое образование и так далее, семейное положение. То есть те вопросы, которые как бы должны быть в переписи освещены. Участие в переписи – гражданский долг каждого жителя не только Ленинского городского округа, всего региона, всей страны. Не забудьте переписать себя и свою семью. Во время пандемии пожилые люди и инвалиды не остаются без внимания и помощи. И главную роль здесь играют не только волонтеры, но прежде всего профессиональные социальные работники. Два-три раза в неделю навещают они своих подопечных, чтобы решить их самые разные проблемы. Доброе утро, моя дорогая. Доброе утро. Добрый ух, как вас много. Как вы себя чувствуете? Ой, болит нога. Это не погодя, ага. Как давление у вас? Давление вроде бы сегодня нормальное. Нормальное, да? Сотрудник социального центра «Вера» Татьяна Рунова всегда начинает визит с вопросов о самочувствии. Одна из ее подопечных – Варвара Васильевна Полякова. Человек активный, 30 лет, она является старшей по дому и решает вопросы соседей. Но несколько лет назад Варвара Васильевна перенесла операцию. Теперь ей самой необходима помощь. И в магазин, и в аптеку. Ну, ой, Варвара Васильевна, сейчас прибежим, сейчас все купим. Все отлично. Если не было бы у нас социальной этой защиты, я не знаю, что бы мы делали. В Центре социального обслуживания «Вера» в эти дни пусто. Все занятия отменены, не проводятся кружки по программе «Активное долголетие». Но оказание помощи тем, кому она необходима, продолжается. А список дел, которые готовы выполнить социальные работники, весьма внушителен. Покупка и доставка продуктов питания на дом, оплата жилищно-коммунальных услуг, помощь в приготовлении пищи, помощь в кормлении, предоставление гигиенических услуг, выполнение процедур, контроль за приемом лекарств, оформление субсидий и другие. Услуги совершенно бесплатно оказываются инвалидам, а также женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Мария Дмитриевна Якушкина узнала о помощниках из Центра Веры из рекламы, собрала необходимые документы и теперь к ней будет приходить социальный работник. У меня очень часто бывает повышение давления, я гипертоник, я много принесла операций, и поэтому я считаю, что я нуждаюсь в этом. Два-три раза в неделю социальный работник посещает своих подопечных. 85 человек в Ленинском городском округе получают такую услугу. Но, как выясняется, главное для многих – это не помощь по дому или доставка продуктов или карт. Куда важнее человеческое тепло. Им очень требуется общение, ну, в общем, как сказать, они хотят побольше пообщаться. Перенесешь продукты, всегда скажут посидеть там 10-15 минут, потому что люди одни. По сути, для многих социальный работник становится почти членом семьи. Переиначив известную фразу, можно сказать, есть такая профессия – людям помогать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Порядка тысячи саженцев Туи и кустов Кизильника высадят в сквере на пересечении улиц Школьной и Советской и на улице Школьной. Это станет финальным аккордом благоустройства одной из старейших улиц Видного. За работами следила наша съемочная группа. Благоустройство Школьной началось еще летом, и многим местным жителям не терпелось увидеть, какой улица станет после завершения всех работ. И вот финал уже заметен. Благодаря архитектурным изысканиям Школьная стала светлее и шире. По проекту озеленения здесь уже высадили около тысячи кустов Кизильника и саженцы Туи. Надеемся, что конец ноября закончится полностью благоустройство, произойдет высадка шикарных Туй. Приживаемость у них тяжелая, но будем сохранять, будем удобрять, будем прикармливать. Вот кусты, которые посадили, будут, это Кизильник, он хорошо поддается стрижке, вот, будет шикарная живая изгородь. Алексей живет на Школьной уже четверть века. За это время улица не раз менялась внешне, и нынешнее обновление видновчанину понравилось. Ну, мне кажется, в этом есть какая-то новизна, какая-то такая европизация, может быть, нашей улицы. Улица старая достаточно, ну, все, относительно, конечно, вот, исторический центр уже теперь городопризнанный, вот, и мне кажется, что Туи очень хорошо впишется в эту концепцию, вот, и сделает более уютным для прогулок жителей, для жителей всего города видного. При работе над проектом благоустройства экологами был проведен осмотр липно-школьной. К сожалению, большинство из них больны. Настолько сильно болеют уже раком, что даже их лечение, оно, ну, такое дерево придет в порядок лет через 15-20 и под сомнением. Оно очень портит вид города, и, ну, в данном случае его будет лучше удалить. Но дело в том, что у нас есть много неравнодушных людей, они неправильно понимают ситуацию. В сетях мы видим, что начинается скандал, начинаются там какие-то достаточно острые пересуды по поводу того, что город убивают и так далее. И все же большинство местных жителей считают оправданным решение заменить больные липы на здоровые Туи. Василий гордится тем, что живет на одной из самых старейших улиц Видного. Гуляя с дочкой, внимательно следит за преображением школьной. Их подрезали, стоят такие вот кочерыжки. Ну, я думаю, не нужно быть каким-то дизайнером, чтобы понять, что это не особо как-то эстетично выглядит. Поэтому, я думаю, Туи подойдут нормально сюда, впишутся. Большую часть Туи высадят в сквере на пересечении Советской и Школьной улиц. Это место должно стать зеленым, считают видновчане. Если присмотреться, то Туи высаживают несколько иначе, чем пролегает пешеходная дорожка. Но это задел на будущее. В следующем году эту дорожку демонтируют и проложат новую. Она как раз будет параллельно высаженным деревьям. Татьяна Брулова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 2020 года в Ленинском городском округе производится бесплатная доставка в лечебные учреждения пенсионеров возрастной категории 65+. Уже более 200 представителей старшего поколения, проживающих в сельской местности, смогли посетить профильных врачей. Очередной рейс из развилки встречала наш корреспондент Галина Житкова. Самостоятельно добраться до поликлиники для пенсионеров, живущих за пределами города, практически непосильная задача. Многие не мечтают, что смогут приехать прямо к крыльцу лечебного учреждения. А Лидию Василевскую и еще двоих представителей старшего поколения из развилки с ветерком доставили Видное на осмотр к профильным специалистам. Когда получится и кардиолог, и лор, и эндокринолог еще. У нас на одном этаже, а мне 89 лет, тяжело ходить. Ну хорошо, что машину дали. В рамках реализации национального проекта демографии и регионального старшего поколения в Ленинском городском округе вот уже год производится доставка жителей сельской местности в поликлиники и лечебные учреждения. Услуга пользуется большой популярностью. Для этой доставки у нас выделено нашим Министерством социального развития две машины. Одна машина с подъемником для колясочников, плюс 7 мест сидячих. Вторая машина 16-местная. В поликлинику ежедневно обращаются десятки представителей старшего поколения. И в основном это горожане. Теперь такая возможность стала более доступной и для других жителей муниципалитета. Зачастую пациенты и маломобильные, и возрастные не могут получить ту или иную медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь в связи с отдаленностью от центральной районной клинической больницы, от центральной поликлиники. Здесь у нас в поликлинике есть все специалисты, все необходимое обследование, которое данная категория граждан может получить. Помимо поездок в поликлинику и другие лечебные учреждения, социальные работники используют спецтехнику для доставки средств первой необходимости. Вся работа осуществляется по заявкам. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В историко-культурном центре готовится уникальная экспозиция братских народов «Союз вековой», которая откроется 9 ноября. Приурочена она ко дню народного единства и расскажет о культуре и быте 15 братских республик СССР. Наша съемочная группа увидела, как готовилась выставка. Эта необычная экспозиция должна стать интересной и людям, жившим в советскую эпоху, и молодежи. Первые вернутся во времена юности, вторые смогут познакомиться с культурой тех лет, а главное понять, насколько огромна и многонациональна была наша страна. Костюмы из частной коллекции Елены Бунаковой будут представлены на этой выставке. Туркмения, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Грузия. В общем, все 15 союзных республик. И даже больше. Не всем известно, но в определенный период существования СССР в союз входило 16 республик. Одна республика Карелло-Финская, она существовала как раз с 1940 по 1956 год. И костюм женщины этой республики, вот в наряде традиционном, национальном, здесь у нас представлен. Здесь же можно будет увидеть уникальные вещи быта жителей братских республик. О каждом экспонате посетителям подробно смогут рассказать сотрудники историко-культурного центра. А это, как я понимаю, люлька. У какого народа такая люлька была? Это у среднеазиатских народов, практически у всех. И узбеки, и таджики имели такие вот люлечки для детишек, которые выросло не одно поколение в этой люльке. Эта люлька подлинна. Ребенка нельзя было показывать чужим людям. Поэтому, когда приходили гости, люлечка закрывалась со всех сторон. Познакомила она с Верой Васильевной и с еще одной удивительной вещицей. С первого взгляда сложно было догадаться, что это. Сюда насыпалась сурма или хана, разводилась. Это макалось и рисовали брови, глаза. А еще Елена Бунакова предоставила для экспозиции тряпичных кукол ручной работы, которые также находятся в ее коллекции. Это авторская кукла Поповой Татьяны из Петрозаводска. Сделана она специально для этой коллекции. И причем Татьяна делала так, что выбирала старинные ткани, старые, даже где-то, может быть, затертые. Куколки такие получаются, может быть, кажется, что они как застаренные или грязненькие. На самом деле это вот так шито, потому что это действительно вот такая авторская уникальная кукла. А вот этот узбекский халат здесь висит не просто так. Его можно снять, надеть на себя и сфотографироваться на память. Открытие выставки братских народов «Союз вековой» состоится 9 ноября, после чего каждый желающий сможет своими глазами увидеть моменты истории нашей страны в тот период, когда она была многонациональной, дружной и очень разноликой. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. Свежий выпуск новостей вы сможете увидеть в понедельник, 8 ноября. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!